ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В эфире передача Дневника в студии Жаля Гусейнова. В эфире состоялся 31-й саммит Лиги Арабских государств. В церемонии открытия саммита принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. И с нами на телефонной связи находится депутат парламента Азербайджана Асим Малазада. И с ним мы поговорим о прошедшем саммите. Асим Малим, добрый день. Добрый день. Как вы оцениваете участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в саммите Лиги Арабских государств в статусе почетного гостя? О чем это говорит? Это очень важное событие. Во-первых, наш президент участвовал в этом саммите как страна-председатель снижающей движения неприсоединения. То есть здесь уже двойная значимость. Не только как президент Азербайджана, но и как президент в данный момент движения неприсоединения. И многие страны, входящие в эту Лигу, являются членами движения неприсоединения. Президент информировал участников камента о том, что происходит в регионе. То, что происходило в недавнем времени. Я речь идет о значительных военных преступлениях Армении на территории Азербайджана. И одновременно президент говорил о том, что сделано Азербайджаном в плане, прежде всего, повышения в мире уважения к исламским ценностям, к исламской культуре и Азербайджана в плане календарности. Исламские государства в последние годы сделали очень многое. Но важно было также напоминание о трагедиях, которые произошли в этом мире. И президент во время своего визита в Алжир посетил значимое место, связанное с преступлением против алжирского народа. И напомнил о том, что полтора миллиона алжирцев были уничтожены в ходе операций, проводимых Францией. И эти безжалостные операции, убийства женщин и детей, безусловно, напоминают дна, потому что подобные преступления были совершены и в Азербайджане. Этнические чистки, убийства женщин и детей, уничтожение практически всех культурных ценностей и городов на оккупированной территории. И в этом плане я хочу напомнить то, что сегодня во Франции хранятся черепа убитых алжирцев, и как, в общем-то, военные трофеи Франции. Все это никаким образом невозможно соотносить с гуманитарными ценностями, в мире и гуманитарными ценностями в Европе. И сегодня, когда Франция, в общем-то, выступает за продолжение как бы конфликта и за какие-то права армян, выступает абсолютно неискренним заступником, потому что в данном случае лучше бы Франция помнит о всех своих преступлениях совершенных не только в Алжире, но и в других колониях, и в Африке, и в других странах Магриба. И я думаю, что вот попытка вновь каким-то образом восстановить свою имперскую колониальную, значит, политику и величие, и трансформировать это, в общем-то, в нашу регион, сегодня противоречит всем международным законам, правилам. И я думаю, что во время визита нашего президента и в рамках движения неприсоединения, в рамках организации слабской солидарности, много раз мы доносили, что Азербайджан сегодня заинтересован в мире, но одновременно Азербайджан призывает к ответу всех военных преступников. Военных преступников, которые осуществили преступления в Азербайджане, но не только в Азербайджане. Мы не должны забывать о военных преступлениях, об этнических чистках, и в этом плане я думаю, что многие международные организации должны вновь обсуждать все эти вопросы. А, Семялим, а что можно сказать об отношениях двух стран, то есть Азербайджана и Алжира? Можно ли назвать эти две страны активно сотрудничающими между собой? В этом направлении мы в последнее время отмечаем нарастание активности. Существует очень большой потенциал для развития наших экономических связей, наших связей и совместной работы в области энергетики. И я думаю, что сейчас налаживаются связи с достаточно активной политической площадкой, поэтому двухсторонние отношения между Азербайджаном и Азербайджаном обоздаются очень большим потенциалом, и работа в этом направлении по увеличению наших связей ведется достаточно интенсивно. А можно также сказать о том, что эти две страны имеют и общую историю? Ну, по крайней мере, наше колониальное прошлое и все, что связано с преступлениями империи, в какой-то мере нас связывает. Благодарю вас, Асим Меллим. Спасибо. А я отмечу с нами. На телефонной связи был депутат парламента Азербайджана Асим Малазаде. С ним мы обсудили прошедший накануне 31-й саммит Лиги Арабских Государств, в котором принял участие президент Азербайджан Алихам Алиев. Подписывайтесь на страницу CBCFM в YouTube и Facebook. Продолжение следует...